Радио НВ Година кулинарии На Радио НВ Даша Малахова Картата Потата Добрый день в эфире Радио НВ В прямом эфире я ехала сюда в студию И с таким удовольствием слушала предыдущий эфир И про министра культуры И в общем про все эти украинские бизнесы И про Рошен Я вот подумала, что классно, когда ты едешь где-то в машине или дома сидишь И слушаешь эти эфиры и думаешь, что это где-то далеко А ты же где-то находишься в своем мире, в своем бизнесе У тебя тоже что-то происходит И ты тоже хочешь сделать вклад в эту страну Не только же радио слушать, нужно же что-то делать И поэтому сегодня в гостях у меня мой товарищ, человек, который был и моим советником И мы работали вместе Это Василий Трофимов, привет Привет Вася юрист И наконец-то мы его позвали для того, чтобы нам объяснить Как работает эта сфера с точки зрения законов, налогов Где мы можем юлить, где мы не можем юлить Василий, я очень рада, что ты наконец-то пришел ко мне в студию Ты сам предложил этот эфир И я безумно рада, потому что сегодня нам, во-первых, можно писать и задавать интересные вопросы Правда, можно же воспользоваться Бесплатные консультации сегодня Василия Трофимова Поэтому нам можно писать вайбер 067-770-2057 А говорить мы будем про гастрономическую в большей степени сферу Про сферу производства различных товаров и питания в том числе И сферу ресторанов, баров и всего того Что тоже нуждается в законах и в налогах Вот, сегодня у нас тема будет, будем говорить на то, как выбрать нишу в гастрономическом бизнесе Из какого момента нужно легализоваться, что важно Как вести бухгалтерский учет, как закрыть бизнес Кстати, очень часто, если его неправильно открыть и не вовремя легализоваться, то его придется закрыть Или наоборот, если вы легализировались, но как-то ошибочно выбрали себе форму регистрации Начинаете переплачивать налоги, соответственно, вы попадаете на расходы Какая интересная тема, да Стоит ли бояться самих разных проверок в бизнесе И перспективы малого и среднего бизнеса и гастробизнеса Перспективы ведения кассовых аппаратов Боже, какие темы все интересные Я уже прямо тут аж дрожу от интереса Вась, ну давай начнем сначала Начнем с ниш Начнем с ниш Ну то есть вот придумали мы себе сделать бизнес, вот сидим мы дома или едем в машине и подумали Блин, как же все классно развивается, хочется тоже что-то сделать и чуть-чуть денег подзаработать И дальше Как правило, самые лучшие предприниматели, которые к нам обращаются за консультацией, они все имеют опыт и практику Причем это может быть абсолютно неофициальный опыт, неофициальная практика Они могут работать баристами, сушистами, делать лаваши, шаурмы Где-нибудь в Польше, а потом приезжают и говорят, я хочу здесь это организовать Сделать вклад в свою страну Да, да И для начала самый лучший, скажем так, предприниматель, это человек уже с опытом Когда обращаются предприниматели, привет, я увидел, прочитал бизнес-план из интернета Или мне тут посоветовали, или продают франшизу И у всех не получается, а у меня получится Да, это первое попадалово, это купить франшизу, потому что Боже, я как раз собираюсь начать их продавать, ты взял, ты меня распугал сейчас всех клиентов Да, 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 да Ну, к сожалению или к счастью, франшизы как таковые не работают Если у человека не хватает помимо франшизы еще большого запаса своих личных потенциальных побед Это как свои личные клиенты, там, какие-то базы больших заказчиков Участие в корпоративах, ивент-агентствах Если мы говорим про бизнес вашего стиля Да нет, мы кортату-потату хотели детский кулинарный проект продавать А вы уже тут бац и все Ну ладно, ладно, говори Да Нет, ну и знаешь, я думаю, что все-таки франшиза интересный формат Потому что это я не говорю про свой проект, я вообще говорю Потому что, в принципе, если ты готов что-то стартануть И есть какой-то успешный опыт других То есть если покупают не что-то, что тоже только где-то кто-то придумал А где что-то работало и классно прописан бизнес-бук полностью То, конечно, в какой-то степени и нет у человека вот этого ощущения Что он должен самореализоваться и сам придумать бренд Да, потому что не факт, что то, что он придумает То есть я думаю, что в какой-то степени Я абсолютно права, но здесь такой момент Есть успешные франшизы и франшизы с своими условиями Если сначала заплати, а потом мы тебе расскажем И посмотрим, кем ты будешь через год Или это может быть абсолютно четкая франшиза Где тебя поддерживают Тебя не требуют выплаты по договору Использование торговой марки Где с тобой, как с партнером работают Не, скажем так, входят В общем, хотят тебя взрастить точно так же Чтобы потом вместе зарабатывать деньги Да, именно таким Я хотел именно сказать, что если партнерская франшиза Когда нет давления на того же человека, который ее купит Начнет легально платить налоги Начнет брать официально наемных сотрудников Выступать, тратиться на маркетинг, на рекламу И его поддерживает торговая марка То тогда это окей Но когда заплати торговой марке Заплати единый налог, ЕСВ Заплати на наемных сотрудников Заплати бухгалтеру Заплати аренду Заплати коммунальные расходы В этом случае еще заплати своему франшизодавателю То здесь немножко А на что жить? То есть это нужно соизмерять Да, но, наверное, это тоже какие-то инвестиционные деньги Которые могут быть заложены, правда же? Ну, то есть это в общем Мы выбрали себе нишу Мы решили открыть кафе Пусть это будет кафе По франшизе, например И тоже это довольно лояльно Что мы делаем? А, нет, но если по франшизе, наверное, это проще Потому что там у них есть пакет документов Есть пакет документов, есть условия, которым нужно соответствовать И, скажем так, стандарты, которые нужно выполнить И тебя берут в оборот Ну, тебе дают такую библию, в которой написано Василий, идите сюда, делайте то Даш, вам сюда, делайте то Абсолютно точно Если говорят, что мы вас еще и поддержим в этом, вообще супер А если такого нет? Если ты проснулся с озарением, что ты хочешь открыть кафе третьей волны Ты увидел в эпицентре какие-то лампочки невероятные И ты себе придумал, что у тебя будет кафешка, в нем будут висеть эти лампочки Дальше что? Вот об этом, человеке, мы и поговорим Чудеса, безусловно, бывают, но на самом деле бизнес из стандартных бизнесов, например, таких как кафе Очень просто просчитывается Есть материальная база, материальные расходы, которые мы несем с вами от начала до его регистрации, ведения, закрытия И это все можно изначально выложить на стол, рассчитать и прописать То есть это инвестиции? Да Это тот объем денег, который нам нужен сначала, чтобы просто впервые открыть дверь Не операционные расходы, а вот отдельные эти Да, и нужно, безусловно, самым главным целью бизнеса является получение прибыли И, соответственно, вот то, что вы придумали и говорите, я имею франшизу, окей Но я завтра куплю другие лампочки в том же супермаркете строительном и вкручу их по-другому Я могу это уже сделать идентично своим же кафе, отказываясь от любых франшиз Это если ты знаешь, какие лампочки, но если ты не знаешь, какие лампочки То я пойду посмотрю у тебя и покручу, куплю другие То есть ты сейчас предлагаешь не делать... Не, ну давай не будем говорить о... Да, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то тогда, прежде всего, это одна из моих миссий Не вводить человека в расходы То есть консультировать так, чтобы человек с самыми узкими коридорами мог выходить в прибыль Например, ведя бизнес с какой-то узкой схемой налогообложения Вы в этом месяце зарабатываете Если вы зарегистрировались, например, уже не как предприниматель, а как юрлицо Уже вам начинают быть невыгодные определенные аспекты И можно сказать, что убыточный бизнес Буквально выбирает форму регистрации Поэтому самое первое, перед тем, как выбирать себе нишу Обязательно просчитать все составляющие, сколько мы потратим Выбрать такой коридор, чтобы вы зарабатывали Есть даже такие показатели, когда на выходе из станции метро Тараса Шевченко, например Если ты повернул направо, то прибыльная точка кафе Повернул налево, точка постоянно убыточная Почему? Потому что, например, в сторону завода муки никто не выходит в то время, когда тебе нужно делать кассу То есть так и с франшизой Например, работает торговая марка при успешном расположении Казалось бы, почти те же показатели Но какой-то маленький поворот налево-направо уже не работает Давай мы уйдем уже от этой франшизы и отпустим Потому что я здесь не согласна И я буду здесь настаивать на этом Потому что, знаешь, в принципе, опыт других людей Я абсолютно являюсь подтверждением того, что опыт других людей иногда очень сильно помогает Я объясню, почему с моей точки зрения владельцы нескольких бизнесов И я и прогорала, и сейчас успешно работаю Ну, в общем, были разные времена в моей жизни Как ты знаешь, ты был со мной на разных этапах нашего развития, наших проектов Так вот, я просто хочу сказать, что самое важное в создании бизнеса – это уверенность Решимость Ну, вот не совсем, а вот, знаешь, осознанность даже скорее Вот не уверенность, а осознанность Потому что, когда ты запускаешь какой-то проект, тебе может очень хотеться его делать Я даже сегодня встречаю очень много таких успешных предпринимателей в гастробизнесе В сфере, о которой мы сегодня говорим, там, о еде Где люди просто хотят реализовать свои идеи То есть у них не стоит задача больше зарабатывать Ну, они говорят, что она где-то стоит, но она не первая задача Вот, и очень часто они просто толкают свои проекты Я очень много лет работала Мы, ты знаешь, недавно посчитали, ну, у нас есть проекты, которые убыточные Там на 250 тысяч долларов И мы думаем, где же мы их взяли А мы их как-то по чуть-чуть из кармана докладывали И вот так вот получилось И ты нас, кстати, предупреждал об этом Но я хочу сказать, что очень классно начинать бизнес Когда ты точно знаешь, что ты делаешь Конечно же, налоги здесь Это получается, что бизнес надо открывать, когда ты являешься, там, бухгалтером или юристом То есть есть вот этот момент, когда ты думаешь Ай, как авось там найду какого-то Василия И Василий мне поможет потом в этом разобраться Вот я думаю, что здесь момент, сегодня первый посыл То, что все-таки вначале нужно разобраться, провести консультации Потому что первое, за что люди берутся Ремонт Архитектурное решение Диванчики Подведение газа Подведение больше вольтажа Для того, чтобы поставить плиту, которая бы там не выключала половину района Да, и эти, на самом деле, вот такие вот Или там соседи, или юридически В какие отношения нужно входить с соседями, когда у тебя внизу есть ресторан Потому что обычно это только приходит в голову, когда ты уже открылся И вдруг на тебя сверху начинают лить воду, вызывать полицию и так далее и тому подобное Играет громкая музыка, поздно, после 22 и так далее Опытные люди, конечно, опытные рестораторы знают, они опытные, им сложнее И вот такое вот нам сегодня пишут, мы уже начинаем получать сообщение Вот Максим нам пишет, с чего начинать в плане легализации своего невеличкого ресторану, не франшиза Яки дозволи необходимы, что с обязательным и приблизно цена питания Я сразу хочу, Максим, я хочу сказать, что действительно сегодня все оформливать Это не 5, не 10 лет тому, где ты мав бесконечно что-то заносить Поэтому это первый момент, мабуть, мы маем про это сказать, Вась, о том, что сегодня... Сегодня все намного проще, чем было вчера, чем было в 2010 году Я буквально на днях переводил ФОПа с Восточной Украины в Киев Это действительно заняло у меня 4 дня И это действительно ускорение невероятное Просто такого раньше мы никогда не встречали Это одно из нескольких дел Так, ну вот Максим готов уже започатковать бизнес, что, куда держать? Первое, что бы я рекомендовал Максиму, это запастись небольшим запасом денег Каким? Каким? Он, кстати, вот пишет, цена питания Цена питания, если вы... Маленький ресторанчик, приблизительно маленький 20 месяцев Маленький ресторанчик, дивите, тут треба враховаться, какая у вас есть рентная плата Это, по-перше, там, комунальные витрати, витрати на... Ну, это, естественно, а тут дозволи необходимы и цена питания самих этих дозволов Ну, юридичная часть Да, дивлячись, какой ресторанчик, в каком торговом центре, например, он находится Если это ресторан, который есть в торговом центре великому, где есть санвузлы окременные И это дозволяется, когда вы можете, например, поездить, но использоваться сантехническим вузлом загального ТРЦ, то добре Если у вас таких нема арендных возможностей, тогда это, например, окремое, окремое там... Власное примещение Власное примещение на першому поверси И там вы маете, по-перше, это... Ну, давайте так, по порядку Как мы делаем чаще всего? Да Вибачаюсь По-перше, это реестрация физической особи-предприемцев Раз Отримание свидетельства платника и данного податка Два Это сколько стоит? Это все приблизительно Это, если користаться послугами, самостоятельно робите, это безкоштовно Держава даёт возможность працювать безкоштовно будь-якій особе, починать свой бизнес, это очень хорошо Гарна новина Далее Ще дозволи Ще до дозволів Обирайте правильный вид діяльності економічної Ставите собі посттермінал Що стосується саме підемстанція Необхідно буде надати документи Щоб отримати там определенный дозвіл Нужно надати документи Проект примещения Знаходження в примещении Обов'язково місця, де можна помити руки Та, в общем, справити потребності Далее Якщо вам потрібні наймани працівники А вони, як правило, потрібні То це відповідна реєстрація Повідомлення податкової служби Про прийняття на роботу найманих працівників І початок сплати за них податки Якщо ми говоримо про ресторан В них ще мають бути санкніжки Так, обов'язково так І сьогодні їх також можна вже зробити безкоштовно Колись це коштувало 100 гривень Можна було знати одну людину чи дві в Києві Які приходила до тебе і так оком тобі робила І ти давав 100 гривень, а тобі давали санкніжку Сьогодні це вже офіційно можна досить просто проходити Плохає идея, коли покупають санкніжки Почему? Потому що ви неуверені в своїх наємних сотрудниках Це дуже плохо, а вони можуть дійсно Будь больними Нуждаться в медицинській помощі При цьому приходять с покупными книжками Покупати їх в метрополітені Це дуже плохо Ні в коїм случае не потрібно Лучше відправити на медкомісію І получить качественного сотрудника О боже, як ми закінчили на слові Качественный сотрудник Сейчас 15-20 в Києві Ми на Радио НВ в Картати-Патати Вместе с Василием Трофимовым Обсуждаємо юридичні і бухгалтерські Тож будем налогові вопросы обсуждать Относительно малого-среднього бізнеса Гастрономічного А зараз у нас буде малюсенький перерыв Ну а ставайте вже, пожалуйста, з нами Даша Малахова Картата-Патата Да, ми знову в ефірі І як сказали Папа Римський Франциск Конечно же, секс і сексуальність – це дар божий Ну у нас сегодня тут в ефірі Свой дар божий У нас сегодня Василий Трофимов Который нам рассказыває Все про налоги В сфере общественного питання І про законы Потому що Вася юрист Вася Сопровождає Многі бізнеси Да, я хочу сразу сказати Что кто неправильно пользуется Этим даром божим У тех, как правило, налоговые проверки Какие-то фискальные ситуации І я заметил, уже такую статистику набил Кто ведет порочный образ жизни У того приходят письма счастья регулярно Видишь, это как в сексе Вот если это правильно использовать Все будет хорошо Как только начинаешь куда-то идти налево Сразу начинаются проблемы Сразу начинаются проблемы Это статистика Поэтому обязательно следите за своими Налоговая наказывает, видишь, за плохое поведение Рублем Рублем Хорошо, чудесно Мы до этого говорили Максиму Нашому слушателю Уже идут письма Будем потихонечку Новые какие-то интересные вопросы задавать Максим запитывав С чего починати В плане легализации Свої нового ресторану Які дозволи необхідні Що є обов'язковым І приблизно ціна питання Мы уже сказали Что фопы все открываются бесплатно То есть начало государства Дает нам возможность Вообще, ребята, делайте Даже вас денег не просим За то, чтобы вы официально заявили Что вы готовы заниматься предпринимательской деятельностью Дальше у нас идут разрешения относительно помещения То есть здесь очень важный вопрос То, о чем ты говорил Если я что-то не так говорю Ты мне бери бутылку с водой Бей меня сразу по голове, хорошо? Нет, я так делать не буду Я буду добавлять Что если уже у Максима есть ресторан Наверное, он уже как-то легализирован Если нету То, соответственно, он его начинает А вообще государству нужно вообще сказать Ребят, у меня ресторан есть У меня есть пункт общественного питания Вообще, в Киеве, как ни странно Вот это удивительно Удивительно Вы открываете ресторан Вешаете табличку И фактических проверок нету К вам, если на вас нету жалобы К вам никто не придет И не скажет Здравствуйте А вы здесь ресторан? Да Но начнем с локальных приходов Это могут быть участковый Это может быть благоустрий Например, благоустрий приходит и говорит Здравствуйте А скажите, куда вы выносите мусор с вашего ресторана? У них шкурный вопрос Потому что они выносят твой мусор Потому что ты действительно в соседнем дворе Пользуешься урнами Куда выбрасываешь мусор И, соответственно, его кто-то вывозит А это все стоит деньги Поэтому легализация Это можно легализироваться во всех инстанциях И в то же время Можно их иногда и пропускать Таким или иным образом Василий пришел к нам в эфир Сейчас рассказать Что что-то можно пропускать Вот тут все ушки у всех вытянулись И всем стало интересно Обычно что пропускать я говорю в частных консультациях А в прямом эфире не могу Нет, ну смотри Я, во-первых, хочу сказать то, о чем мы говорили чуть-чуть ранее Что действительно вот это ощущение создания собственного бизнеса Должна быть какая-то уверенность Поэтому, конечно, лучше, чтобы у тебя там был или консультант Или человек, который разбирается Юрист, бухгалтер уже дальше чуть-чуть Который просто тебя сориентирует по конкретным вопросам Да, абсолютно точно Причем главное на самом старте Обозначить все свои маячки Свои берега Куда можно выходить Куда нельзя выходить Выплывать И четко их придерживаться И проблем не будет Знаешь, вот сегодня у меня Мы сейчас подаем документы на визу одну С семьей И я вот так получила Что нам нужны были какие-то документы И чем просто позвонить вот в визовый центр Или узнать у людей, которые уже это делали Мы пошли сложным путем И начали задавать эти вопросы Консультантам в посольстве, да? Нет, именно не консультантам в посольстве, которые это принимают А людям, которые около этого бизнеса То есть нотариусам, переводчикам И у каждого, конечно, был свой вариант Поэтому я вот думаю, что действительно самый верный Как человек, который много бизнесов создал, организовал И вот я там недавно делала марш Там возле КМДА Проще всего просто пойти в ту инстанкцию Которая тебе нужна Пожать человеку руку, правда? Правда Не подмигивать ему И не делать каких-то многозначительных намеков А просто сказать, ребят, помогите мне Как это правильно сделать На сегодняшний день вот эти софт-скиллы Умение просто общаться Они бесценные Бесценные И действительно все хотят на самом деле Друг другу помочь Если у вас небольшой, маленький, средний бизнес Вообще там больших проблем как бы и нет И не нанимайте специальных людей Которые будут за вас ходить Потому что, ну, это все усложняет Один раз вы это сами пройдете Вы будете понимать, насколько это просто Так, теперь у нас Значит, и у нас есть документация У нас не надо государству знать Что ты сделал ресторан И вот я, он ресторатор Ты фактически просто работаешь То есть государству важно Налоги, чтобы ты платил Налоги, своевременно подавал отчеты Не превышал лимиты оборотов И, собственно говоря, не нарушал покой Или права других людей То есть у нас есть два пункта Местонахождение, которое может беспокоить государство С точки зрения того, например Там газ или электричество Не дай в их ты взял и в жилой дом Там газовый баллон на первом этаже затащил Да? Вот это их может интересовать Но это уже проектная документация Дело в том, что право собственности у нас настолько охраняется Что без санкции суда никто не может прийти к вам на кухню И сказать, вот у вас газовый баллон То есть это будет как вторжение в вашу частную собственность Нужно получать разрешение суда Соответственно, нужно, чтобы кто-то захотел вас действительно так сильно проверять Ой, это, ты знаешь, наверное, очень интересно Вот то, что действительно Это начинается в более большом бизнесе Когда кому-то понравился ваш бизнес Кто-то хочет его прибрать к рукам И начинается тирада каких-то проверок Там благоустрий Ну это, наверное, мы не говорим сейчас о малом бизнесе Да, это абсолютно не подходит И мы очень надеемся, что это рейдерство будет как бы заканчиваться в Украине И я вижу уже сейчас, конечно же, благодаря тому же Фейсбуку Сейчас люди бросают клич и все их поддерживают В общем, сейчас, конечно, этого все меньше и меньше Но будем продолжать Значит, мы сделали, продали, подали проектную документацию Все хорошо Что с СЭС, теоретически? Теоретически Да Сам эпидемистанция, если у вас Потому что это же всем страшно Все же боятся даже сделать дома варенье 100 порций Как же его продавать дальше? Где же разрешение СЭС? Вот это вот По сам эпидемистанции, ну, сами понимаете Если вы действительно качественно делаете свой продукт Если вы немножко разбираетесь в том, из чего вы его создаете То и не наваливаете туда химию убиенную Да То с вами будет все нормально Это мы знаем Это мы знаем А как люди Вот мы покупаем это Как мы знаем, что это окей? Потому что я знаю, что если ты продаешь Пожив стандарт Там, где получают сертификаты Там получают технические вот эти требования То есть ты должен быть готов Если ты крафтовый производитель Техничные умовы, да Например, ты И это, кстати, очень интересно Как работает в Украине То есть если ты, например У тебя есть маленькая кафешка И ты утром готовишь завтраки И ты варишь горячую кашу В молоке Ну, с этим как-то попроще А вот ты, например, делаешь гранолу Это такой сухой завтрак Это такие запеченные хлопья Знаешь, ты, наверное, ел такие с изюмом Внутри, с сахарком Такое, как мюсли, только поджаренные Вот И тут твоя теща говорит Вася, а давай я для тебя Буду производителем этой гранолы То по факту Теща даже не нужны никакие документы Для того, чтобы это производить Правильно, абсолютно Вы можете производить вот такие быстрые завтраки На руку, да, их продавать Если на вас не поступит жалоба Ни от кого Если никто ими не отравится Никто не будет вами недоволен Или вы кому-то не вернете деньги За плохой завтрак Вдруг он получился плохим То никто не будет прям вот искать Дело в том, что предпринимателей так много Бизнесов так много Что контролирующих органов не хватает Но это как бы страшно Потому что ты повел ребенка в ресторан В кафе Накормил этой едой И непонятно, откуда она взялась То есть, с одной стороны Я думаю, что это классно Это, конечно, дает развитие Украинскому бизнесу Действительно, вот ты вчера не была кафешки А сегодня уже есть, да Ты встал и ты делаешь свое классное дело Но бывает же, совсем по-другому складываются ситуации Когда, понимаешь Да, я понимаю, когда кошечки в шаурме Или какие-нибудь несвежие продукты Совершенно верно Здесь от этого никто не застрахован И даже в обычных сетях травятся Где, казалось бы, все должно было быть свежим И так далее Бывают такие случаи Но вернемся к государству И вернемся к вопросам налогообложения Потому что это твой любимый вопрос Это точно Ты любишь людям экономить деньги? Давай, жги Ну что, начнем с налогообложения Да Все знают прекрасно У нас всего есть две формы Где вы можете наличку положить в карман Уже сегодня, уже сейчас Это когда вы предприниматель На едином налоге До миллиона гривен Вы можете работать спокойно Не оформляя кассовый аппарат Однако это ненадолго Судя по последним изменениям законов Кассовые аппараты догонят общепиты Догонят интернет-магазины Ура-ура Потому что потом будет хоть подтверждение Что эти мюсли были там куплены Да Но из-за одного случая Когда там Из-за одного чека Напрягать тысячу честных предпринимателей Это немножко неоправданно Так как кто знает Честные линии чеков-то нету Да Но имя все равно У нас имя дороже чеков То есть ответственность Можно спрятать за Не знаю Мне кажется Что смешивать Я один раз Отравился в известной Сети Покушал суши Отравился Перезвонил Им говорю Слушайте Я вот не хочу обращаться в больницу Я тут сейчас как-то чухаюсь Они говорят Да Ну да Спасибо что сказали Да Может быть было не свежее Что-то Ой извините Извините И это никак То что нелегально А если бы ты умер Если бы я умер Понимаешь Ладно ты немножко отравился Надо меньше объедаться В разных ресторациях Вот Поэтому я думаю Что у меня совсем Ты как бы со стороны Ну налогов Смотришь на это Со стороны Каких-то финансовых Юридических моментов А я Со стороны Корректности Вот как потребитель Да Я считаю Что в принципе Все это должно будет Быть зарегистрировано И мне кажется Что вот эти кассовые аппараты Это шаг вперед Потому что ты не сможешь Получить кассовый аппарат Не имея регистрации Ты не сможешь свернуть Лавочку так быстро Правда же Я с тобой здесь И согласен Но в то же время нет Объясняю Здесь совсем другая фишечка Дело в том Что современный предприниматель Настолько занят Настолько Это 50-60 звонков в день Это налаживание работы Это постоянное принятие решений Что дополнительно Нагружать его кассовым аппарат При его там интернет-магазине Или при его каком-то Подожди Давай вот честно Средний бизнес Это неинтересно Это отнимает время Подожди Я тебе скажу У меня в Великобритании Был бизнес И бизнес у меня был там Очень маленький Я сделала кафе органического питания Запустила его в 1999 году Это было очень давно Совсем недавно Ровно 20 лет назад уже Вот И ты знаешь Там главным человеком У меня был бухгалтер и юрист У меня не было сотрудников У меня было только два сотрудника И фактически большую часть Своего времени И вот своей жизни Я именно тратила На вот эти юридические Государственные Вот эти вот вопросы Как говорят известные адвокаты В Лондоне И вообще в Англии Юрист защищает не гражданина А закон Да И ты постоянно занимаешься Не ведением бизнеса А изучением законодательства Да И это такое топтание На одном месте Ну как бы Прорыва как такого нету Но есть какая-то гарантия Есть Вот например сегодня Сегодня очень сложно Опять же говоря О малых предпринимателях Особенно новых людях Вот важно сказать Я сегодня задумываюсь О таких вещах Как страховка Отлично Да А как ты можешь получить страховку Если ты вот полуофициально работаешь Понимаешь У тебя полуофициально Если у тебя есть уже ТОВ Это классно Да У тебя уже есть Вот давай еще об этом Ты покупаешь страховой полис Да Не дай бог происходит страховой случай И тебя страховая компания просит доказать Собрать документы Сделать независимую оценку Например затопили там Или что-то произошло И давай Была витрина или не было этой витрины Да И давай по кругу По кругу Отнимать твое драгоценное время Я хочу сказать Что чем меньше у нас на самом деле Налоговых перепонев Чем меньше разных кассовых аппаратов Тем свободнее зарабатываются деньги А чем они свободнее зарабатываются Тем больше человек освобождает время Для чтения книг Для саморазвития Как ты выкрутил Василий Абсолютно точно Дело в том Что как раз Вот есть налоговый кодекс Да Ну как ты уже говорила Да Такая прям Можно сказать Толщиной Библии Может чуть тоньше И Тратить на это время Есть хозяйственный кодекс Есть Цивильный Гражданский кодекс И тратить на это все время Постоянно Ой здесь поступи так Здесь поступи так Ну просто должно быть Все довольно прозрачно Я думаю что действительно На этой встрече Мне легко об этом говорить Я многого не знаю У меня есть такие люди Как ты Которые мне помогают Какая стоимость Приблизительно сегодня Вот у тебя малый бизнес Вот перефразируем То что Максим спрашивал Пойдем издалека Да О чем спрашивал Максим Например Для того чтобы создать Небольшое кафе Или маленький ресторанчик Нам понадобится обязательно Бухгалтер И юрист Вот как ты думаешь Вот средняя цена По городу Скажем Киев И регионы Наверняка ты знаешь Сколько в месяц Стоит такой Сотрудник Чтобы на него Переложить Бремя Вот этих вот Множество Вот этих мелких вопросов И как его правильно Выбрать этого человека Ну так как мы говорим Сейчас о маленьком бизнесе Подразум Понимаем под этим ФОП И Ну Искать бухгалтера Можно буквально От 400 гривен в месяц Это не много Можно брать Аутсерсера Это может быть Даже бухгалтер Который живет В Житомире В Виннице Не обязательно в Киеве И онлайн А где их искать? Где-то на На досках По знакомым По сарафану А нет какого-то ресурса Типа там Воркуа Или где-то еще Или так Воркуа опять отнимет Не будем говорить Антирекламу Опять деньги Боже мой Скрудж Просто скрудж Нет Мы стараемся их Просто лишний раз Не тратить Мы платим И так предостаточно налогов Когда мы оплачиваем Любой товар в магазине Это НДС Мы в любом продукте питания Оплачиваем супермаркету Его аренду Освещение Маркетинг Рекламу Сотрудников Это все мы оплачиваем В одном продукте питания И Что самое интересное Мы потом заходим На новую дорожку налогов И нам заново говорят А теперь ты заплати Еще раз налоги Тот 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 Ну там Так В эфире у нас сегодня Василий Трофимов Настоящий скрудж Он юрист Бухгалтер Он экономист Он экономист Он дает очень дельные советы Просят экономить Сейчас мы прервемся Очень быстро А потом вернемся И дальше будем давать советы Оставайтесь пожалуйста с нами Так мы снова в эфире В гостях у меня Василий Трофимов Он юрист Мой товарищ Он великолепно консультирует По вопросам юридическим И налоговым В сфере В данном случае Общественного питания Потому что мы говорим сегодня Как открыть Собственное Собственный Бизнес Бизнес Вот И Ты знаешь Очень много сообщений И многие просят Говорят Поменьше перебивайте Давайте побольше гостя В эфире Но понимаешь Мне же надо Чтобы ты рассказывал То что мне надо Чтобы ты рассказывал Поэтому я вот И стараюсь направить тебя В правильное русло У нас еще есть 20 минут Мы можем спокойно поговорить На то Что нам нужно в начале Мы уже проговорили Кто нас слушал Кто нет Надеемся Что все слушали Что открыть ФОП Довольно просто Если это Упрощается все Если мы решили Создать этот Юрлицо Тоже открыть Довольно просто Проблема в том Что вы не видите Наличку у себя В руках И в карманах Либо наличка Будет в кассе Либо наличка Будет в посттерминале Но так То есть Как бы Я говорю наличка Она уже становится Не ваша Как только у вас Есть юрлицо Деньги принадлежат Либо банковской системе Либо налоговой системе Но они уже Не могут быть очищены Так просто Без оплаты В среднем Чтобы очистить Деньги с юрлица Это в среднем 25% То есть Оплатив там Выплатить дивиденды Оплатив при этом Налог на прибыль Или подоходный налог Или Ну как Выплатить Заработной платы Себе как директору Соответственно Наличку можно увидеть В кармане Только ФОПу Либо Никак Не регистрироваться Продолжать То Что вы уже делаете Например Какой-то у вас Маленькая кафешка Ресторан И у вас так получилось Что вы оказались В каком-то месте Где вы ничего не платили Потому что там было Все нелегально Начиная от договора Аренды был нелегален За одну гривну Да За одну гривну И так оно тянется По сей день Хотя таких мест Остается достаточно мало В прошлом году Были рейды По столичным рынкам Где Приезжали И определенные Так сказать Люди из налоговой И просили всех Массово оформлять Наемных сотрудников И Это вызывает Определенный страх Алло Что нам делать И как быть А не у всех Есть просто Такая маржа Чтобы оплачивать Эти все движения То есть Это Ну как бы Это естественно Это естественно Почему? Потому что Достаточно У нас очень много налогов Очень много Вот даже банально Начинаем с того Что у нас есть Квартплата Это налог Просто налог На твою недвижимость У нас коммунальные тарифы Как бы Понятно Квартплата Дальше Идем вперед Берем тот же Единый налог Берем единый социальный взнос Берем НДС В каждом чеке Который вы оплачиваете Берем налоги Которые вы оплачиваете При получении Каких-либо Административных услуг И берем ваши Валовые расходы Просто чтобы выжить Ну да Что с этим делать У нас малый бизнес Давай вернемся к нему Вот так я оставался У меня есть рестораторы Где Ну весь ресторан Там все сотрудники Это фопы Почему? Потому что они не влазят в оборот По посттерминалу В один миллион гривен И соответственно Они на следующем И делаются договора друг с другом И делаются там Разные схемы Но это официально Это официально Это не Они как бы Ничего не нарушают Не больно Но проблема в том Что Лимита абсолютно не хватает И именно из-за того Что есть это ограничение Полтора миллиона гривен У второй группы Это С кассовым аппаратом От миллиона до полтора Без кассового аппарата До миллиона гривен Можно получать денег И соответственно Людям этого не хватает Они вынуждены Новых и новых создавать Но это решает вопрос государства У нас очень много Занятых людей В предпринимательстве Ну половина из них Или там Одна треть Это Тот же наемный сотрудник Через которого Качают деньги Через которого качают деньги Так Теперь Меня очень интересует Вопрос Того Что мы открыли Своё предприятие Есть основная беда Как ты и сказал Есть проблема Того Что У тебя просто мало налички То есть Грубо говоря У тебя все деньги в обороте А тебе нужно опять закупиться Чтобы что-то сделать И ты физически Не можешь эти деньги Оттуда вытянуть Потому что Не всегда ты можешь пойти И например В том же метро Купить то Что тебе нужно Иногда тебе нужно пойти на рынок Тебе нужна наличка Да Тебе нужно нанять уборщицу Тебе нужно дворника попросить Чтоб снег разгреб Тут под входом В твой ресторан Тебе нужно Чтобы Там Ну какие-то маленькие процессы Абсолютно Нужно освободить деньги Освободить деньги Но освободить деньги С юрлица Дорого Реально дорого И Как только люди Переходят От фопа К юрлицу Это уже совсем Другие Цены Тарифы Другой Расклад Скажем так Я скажу тебе Что я несколько раз За свою жизнь И кстати Ты меня всегда Отговаривал Переходить на юрлицо Да У нас все эти истории были Но тут наверное Очень важный момент Я сейчас говорю Об управленческом учете Я сейчас говорю Именно о той схеме Которая дает тебе Возможность Как предпринимателю Реально оценить Плоды своего творчества С финансовой точки зрения Когда у нас предприятие Работает через вот эти все фопы Довольно сложно составить Вот эту общую картину Что происходит Что происходит Очень сложно увидеть Действительно Свои инвестиции Как они возвращаются То есть это просто Перекладывание денег Из кармана в карман И на каком этапе Как ты думаешь Действительно Стоит уже Организовывать Юридическую Вот Ну вот Как бы переходить Уже в другой формат Взаимодействия С государством Вот если Если по оборотам Да Смотрите Как ты думаешь Сама идея заключается в чем Что вы регистрируете Уже юрлицо Когда вы выросли Из штанишек ФОПа Это когда Это когда Когда вы начинаете Работать с такими же Плательщиками НДС Когда вы начинаете Налоговый кредит Себе записывать Когда у вас Есть налоговые Накладные Вы их регистрируете Это когда Когда ты не только У бабушки покупаешь Уже помидоры Когда вы уже не у бабушки Покупаете помидоры Для своей кухни А когда вы уже покупаете Их в большом Мега супермаркете Каком-нибудь Посему Переход Вы Становиться Плательщиком налогов Как юрлицо Нужно в каком случае Когда ваша маржа Действительно Уже ваш бизнес Стал больше Например Вы уже Четко видите Что вы зарабатывать Начали настолько достаточно Что вы готовы Отдавать 25 Например процентов Для легализации Своих денег Либо вы Есть такое преимущество Все-таки у юрлиц Это же ЛТД пошло с Америки Когда вы Можете По сути Материальные блага Получать От Таких же компаний Юридических Юридических лиц Но вы благи получаете В каком виде Вы купили Машину на баланс предприятия Вы покупаете ей бензин Это валовые расходы Вы сняли офис Это валовые расходы Вы оплачиваете Мобильную связь Это валовые расходы Вы несете Маркетинговые затраты Это валовые расходы Вы оплачиваете Какие-то действительно Полезные вещи Ноутбуки купили Оргтехнику И вешаете это все На баланс Своего предприятия То есть получается Ты не сам себя обогащаешь А фактически Обогащаешь компанию В которой ты работаешь Которая является Твоей собственностью То есть это другой вид Покушать Вы не можете себе купить Но только у себя Вы не можете на компанию Купить покушать По сути Вы не можете В кино сводить компанию В кино сводить компанию Нет, можно оплатить Ивент-услуги Можно оплатить корпоратив Можно оплатить Какие-то там Корпоратив ты и жена, например Да Супер А почему бы и нет А почему бы и нет Только чтобы купить этот билет Нужно потратить там Полчаса выставьте счет Я вам оплачу счет Оплатить счет Подпишите акт выполненных работ После просмотра кино Нужно подписать акт выполненных работ Спасибо, я просмотрел кино или спасибо. Нет, я недоволен. И, соответственно, это вызывает огромную потерю времени и ресурса человеческого. И мы тратим, вот как в пробке стоять, так и максимально забуриваться в налоговую систему. Это одинаковая потеря времени вместо того, чтобы его освобождать для высоких целей. Да, действительно, для того, чтобы думать, фантазировать, придумывать что-то лучше, разрабатывать маркетинговые планы, если мы говорим о бизнесе. Так, мы еще обещали поговорить вот о чем с тобой сейчас одну минуту. Мы еще обещали во время эфира поднять несколько вопросов. Как вести бухгалтерский учет? Как закрыть бизнес? Стоит ли бояться самых разных проверок? Про проверки ты сказал, не стоит. Абсолютно не стоит бояться, если у вас все в рамках, так сказать, действующего законодательства. А договариваться можно? Потому что мне кажется, вот у меня были несколько раз встречи с налоговой, и мой опыт, извини, что я опять перебиваю, сейчас себя будут писать, еще не даю тебе сказать, но мой опыт был таков, что ребята приходили и говорили, да, тут у вас что-то непорядок, мы вам даем неделю, вы, пожалуйста, это приведите в порядок и придите к нам и отчитайте, что вы привели все это в порядок. Благородно, это благородно, когда выручают инспектора налоговой службы и заранее предупреждают, без санкций, это очень хорошо, говорят, слушайте, у вас там неправильно, вы через два дня слетите с единого налога, у вас долг, у вас долг, мы вам там откажем. Но это уже часто, правда? Ну, то есть вот как-то вот люди сами организовались вот в такой форме, потому что все равно у всех есть, что СЭС или там налоговая, это такие злые люди, это, наверное, уже уходит, да? Нет, это уходит, люди там абсолютно не злые, злая система к цифровизации, то есть когда налоговый инспектор говорит, слушайте, раньше, сегодня я был в налоговой, в Аболонской, и мне говорит инспектор, раньше у меня было время вам прозвонить и сказать, приедьте, подправьте в заявление, вы галочку не поставили. Сейчас я должна там в течение двух дней сформировать вам вытяг за реестр плотно-кайденовую податку, и я не успеваю вас набрать, у меня столько работы, что я вам отказываю и ставлю вас уже перед фактом, вам отказано, еще раз там подавайте, меняйте что-то. Вот именно, я хочу быстренько добавить, кто… Но это дисциплинирует. Дисциплинирует, ну здесь такая, да, грань. Сама компьютерная система, да, или компьютерные базы, или роботы, боты, как их там называют, они больше напрягают людей, то есть система. Люди сами по себе там добрые, душевные, абсолютно нормальные, не злые, это точно. Но, например, если у вас есть долг, вам отказывают в едином налоге, или у вас есть долг, о котором вы не знали, и вас никто не уведомлял, что у вас 20 соток земли где-то там в Макаровском районе. Но надо будет проверять, пусть проверяют перед тем, как подается. Да, и вот обычный человек этого не знает перед тем, как подается, подается, получает отказ, оплачивает сегодня. А провериться можно? Как правило, люди не знают, что можно и нужно было провериться. Ну вообще можно, можно и нужно провериться. Конечно, можно и нужно обязательно перед тем, как любое действие сделать, лучше все заранее пробить. Первый вопрос, вернемся, у нас сейчас будет такой экс, у нас осталось 4 минуты, будем сейчас гнать, так казалось, час это так много. Так, как вести бухгалтерский учет? Очень просто, ну гениально просто. Ну как, там особого нечего вести, если мы говорим про малый бизнес, как ФОПа, это у нас ежегодные декларации для второй и первой группы единого налога, для третьей группы это ежеквартальные отчеты, тоже та же налоговая декларация и оплата своевременно налогов. Для первой и второй группы до 20 числа текущего месяца единый налог, для третьей группы это ежеквартальный 5% от оборота по результатам квартала. И ЕСВ точно так же раз в квартал. У нас на самом деле очень классная система, только нужно увеличить обороты и не вводить кассовые аппараты, по моему личному убеждению. У нас, когда свободы больше, к нам начинают приезжать иностранцы, регистрируются особенно в Северная Европа, там где сумасшедшие налоги. Когда мы сами вдохновляемся на выплату этих налогов, скажем так. Когда приезжают и говорят, у вас так здорово вести бизнес, очень часто говорят, у вас здорово, ну это говорят иностранцы. Да. У вас люди добрые, у вас все улыбаются. Потому что у них галочку одну не поставил, и все. Да. И соответственно вот эта свобода, да, у вас можно так, да, можно так приезжать, можно вернуть все население обратно. Только классной налоговой системой. Вот когда ты приезжаешь, и у тебя действительно есть свобода, люди говорят, слушай, ну там вообще вот и так, и так, и так, честно. Люди сами по себе, есть даже психологический анализ, что человек хочет заплатить в транспорте. Вот сам по себе человек хочет заплатить. Но только, ну как бы не напрягайте меня психологически. Вот столько, сколько я могу. Ага, хорошо. Ну, в общем, Василий в гостях. Трофимов Василий, юрист, рассказывает просто всякие романтические небылицы про гастрономический бизнес. Расскажи, как закрыть. Как закрыть. К счастью, не так давно разрешили предпринимателям закрывать бизнес без обязательной аудиторской проверки. Что повлекло за собой массовые закрытия, которые начались в семнадцатом году, потому что ввели обязательно... Чтобы они не висели, да? Безноса, который идет вам в пенсию как стаж за каждый месяц. На сегодняшний день это девятьсот двадцать гривен почти, девятьсот восемнадцать ноль шесть. И закрыть бизнес так же легко, как и открыть, если не брать во внимание аудиторскую проверку. Аудиторская проверка не обязательно. Если налоговая считает Вас обвиноватым, пожалуйста, сами меня найдите. Я не должен идти и говорить, обличите меня, снимите с меня эту... Ну, как это, не знаю. Тяжесть. Тяжесть. Вот, я вам принес свою книгу учета доходов, я вам принес свои декларации, я вам принес свои договора аренды. Им это не надо. Главное выполнять три требования. Своевременная уплата, непревышение оборота и своевременная подача отчетов. Все. Это главные три требования для налоговой. Своевременная уплата, своевременная подача отчетов и непревышение лимитов. Ну и так. вот вас огромное тебе спасибо это был очень быстро очень стремительный час я обязательно тебя позову еще мы еще запланируем руслан и пишет нам отличная программа спасибо я надеюсь что ему все твои советы помогли и все будет круто я хочу вот что сказать сегодняшний эфир для меня обозначился таким такой истории что действительно все зависит от нас и если я например хуже знаю налоги там или какие-то юридические моменты ну потому что у меня есть ты такие люди как ты зачем же мне это все знать я же могу узнать какие-то другие у тебя взрослая своя команда да но я хочу тебя поблагодарить за то что сегодня дай бог ты доказал и люди тебя услышали которые хотят свой бизнес что в принципе не они должны быть такими несчастными и бояться всего они могут приходить требовать и говорить расскажите мне как надо я сделаю скандальность в администрациях налоговых в администрациях и налоговых намного выше стала чем раньше было раньше все тихонько стояли по 500 человек в очереди сдавали отчет по единому налогу это был 2008 год 2009 сейчас если ты в налоговой или где-то стоишь в электронной очереди 20 минут начинает подниматься температура в обществе и начинается прям где начальник где начальник сюда начальника то есть на самом деле госорганы стали работать намного лучше на самом деле в общем разруха в головах и так круто что все меняется спасибо что ты сегодня вселил и вам спасибо большое сегодня у нас был василий трофимов он юрист он великолепный много много лет мы вместе он мне помогал консультировал по бухгалтерии и я реально признательна тебе обязательно еще сделаем такой эфир поговорим по стараемся экономить ваши деньги спасибо оставайтесь на радио нв радио нв